Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Мы с вами начинаем новый влог. Сегодня встала очень поздно, хотя поставила будильник. Так как я одна, меня разбудить некому, я просто сплю. Выключаю будильник во время сна и продолжаю дальше спать. Встала и скупала, сейчас хочу снять мукбанг с роллами. На улице такая обалденная погода, вот то, что я хотела. Реально прохладно, немножко дует ветерочек. Прям дома даже сидеть не хочется, хочется куда-то пойти. Как я скучала по такой погоде! Ну просто красота! И как назло, вчера было очень жарко, и я решила заказать себе шорты-джинсы. Очень такие коротенькие. Давненько хотела такие шорты, потому что у меня платьев много. Но у нас в Баку платья особо не оденешь. Мини-платья просто улетают вместе с ветром. Начну, пожалуй, делать макияж. Хочу похвастаться своими результатами. Посмотрите на эту палетку. И на мои достижения. А еще я просто влюбилась в этот тон. Последнюю, наверное, неделю или дней 10 точно я каждый день использую этот тональный от Enough. 8 пептидов в оттенке 13. Мне подходит идеально. Просто супер тональный. Вот я слышала в ютубе очень много положительных отзывов. Теперь я буду покупать косметику, исключительно ссылаясь на отзывы в ютубе. Нанесла тон, превратилась в красотку. Все недостатки скрыты при помощи этого тонального. Я вам советую его реально от души. Если у вас такая проблема, что все тональные вам желтят и самый светлый оттенок тонального для вас темный, то возьмите в 13 оттенке 8 пептидов. Он нереально крутой. Держится весь тень. Кожа с ним просто идеальная. В общем, я очень довольна. Крашусь и параллельно смотрю мукбанк Снежаны. Я почему-то люблю, когда она именно одна снимает мукбанки. Еще, кстати, я у папы отжала его пауэрбанк. Он нереально крутой. 4 раза заряжается телефон прям полностью. И очень удобно. У меня вечно телефон с собой. Вечно что-то там включено. И вечно в нем нет зарядки. Поэтому это для меня находка даже дома. Неохота идти до розетки и обратно. Позвонила своей племяшке. Ее зовут Альбиночка. И мы решили с ней пойти и покушать шоколадные вафли. Вообще мы планировали пойти в кино. Но в кино как-нибудь в другой раз. Может тоже засниму и покажу вам. А вообще я считаю, что подростку в таком возрасте, как Альбина, нужно уделять очень много времени, внимания, постоянно разговаривать с ребенком, общаться. Поэтому я решила, что этим займусь я. Если честно, я очень люблю девочек. Вот не знаю почему, но я прям обожаю девочек. Я смотрю на Альбину, она становится не ребенком, а уже такой, знаете, лейди. Поэтому я решила теперь уделять ей больше времени, внимания. И время от времени куда-то ходить вместе с ней. Возможно, вам тоже снимать буду и показывать это. К сожалению, почему-то все думают, что мы с братом ровесники или между нами 2-3 года. На самом деле мой брат старше меня на 18 лет. И когда я была в возрасте Альбины, мой брат очень много для меня делал. Там постоянно ездил за мной, когда я ходила к репетиторам. Покупал то, что не покупали родители. В общем, всегда был рядом. Я считаю, что теперь я должна тем же отплатить той же монетой. И то же самое делать для Ивы. Не то, что я должна, вот честно вам скажу. Просто мне приятна эта семья. Мне приятна Альбиночка. Мне хочется с ней куда-то ходить. То есть ни в коем случае я себя не заставляю. Но я считаю, что родственники должны быть как раз такими. То есть в трудную минуту друг другу помогать, поддерживать, общаться. Дело в том, что мой папа самый младший в семье. И моя мама тоже. И если сравнивать, например, родственников с маминой стороны, то там уже у девушек есть семьи, взрослые дети. И как-то точек соприкосновений не так много. Ну, так я с ними, конечно, общаюсь. Мы, например, на мероприятиях очень хорошо общаемся. Но близкого какого-то контакта нет. Наверное, это связано с тем, что я не росла с ними. А вот с этим братом я росла вместе. И в Саратове мы были вместе. И здесь, теперь вообще даже по соседству он продал квартиру и купил прям в одном здании со мной. Это очень удобно. Привезли мне мои роллы. Свет, конечно, сегодня не вау. Погода пасмурная. Поэтому не знаю, как получится. Смотрите, какие красивые, аккуратные роллы. Сейчас быстренько надо снять мукбанг. Потом уже выходить. И вот такие вот. Супер. С шапочкой эти мне вообще очень нравятся. Вот аккуратность у них. Еще положили два васаби, которого я так не люблю. Ну ничего, сейчас надо быстренько разложить это все дело. Снять мукбанг для вас. Я погладила свои джинсы. Все лето я просто ходила в платьях и не носила абсолютно джинсы. Уже 4 месяца я не носила джинсы. Только позавчера. В общем, погода сейчас уже прохладная. Уже пора надевать джинсы. И я решила замиксовать джинсы вот этим топиком, который я заказывала на Шейн. Стоило около 5 долларов с такими клубничками. Стирала уже, наверное, раз 10. Потому что на спорте ношу. Но несмотря на это в прекрасном виде, я думаю, будет прекрасно дополнять этот топик эти джинсы. Глажу я, кстати, вот такой штукой. Тефаль. Очень удобно. Я покупала его вместе с вами во влоге. Мне лично удобнее гладить вот этой штукой. Очень быстро получается. Я вот джинсы просто разложила на кровать. И быстренько погладила. Буквально 2-3 минутки. Как же я все-таки люблю этот топик. И кажется, с ним очень тонкая талия. Джинсы. Но я думаю, этот образ еще надо дополнить пиджаком. Просто обожаю вот эту свою сумочку от Альда. Здесь помещается абсолютно все. Есть дополнительные отсеки. Это безумно удобно. Взяла кошелечек вот такой у меня. Шейн заказывала его. Кстати, подруге тоже заказала. Точно-точно такой же. Ей он настолько понравился. И здесь в городе такой не найти. Этот телефончик. Время у нас полпятого. Мы договорились на пять. У меня еще полчаса есть времени. Взяла резиночку. И еще камера должна здесь поместиться. По идее, сюда можно поместить еще и пауэрбанк. Просто мне неохота его таскать. В общем, идеальная сумочка. Обувь у меня будут вот эти кроссовки. Это я тоже заказывала на Шейн. Все я заказываю на Шейн, как вы понимаете. Но эти кроссовки, конечно, обалденного качества. Несколько раз их стирала в стиралке. Ничего с ним не произошло. В общем, супер. Цвет такой, знаете, универсальный под все. Волосы не стала укладывать, потому что на улице ветер. Ветер сам уложит за меня. То есть даже не стоит. Я вам должна заснять эту... Ай! Недовольная. Вечно недовольная. Вечно дерется. Ну что за животное, а? Как можно такое животное дома держать? Вот погладить себя не даст никогда. Вот Киамиль гладит ее, она не реагирует. Она знает, где хозяин, а где чужой человек. Вот, например, Киамиль гладит, потом резко начинает я гладить, и она начинает рычать. Смотрите, покушение на сумку, как сказала Альбина. Что тебе надо? Что ты хотела? Здесь ничего нету вкусненького. Ой, 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 ой. Сваливаем. У меня здесь хороший освещение, вообще хороший лифт. Я взяла Альбиночку. Альбиночка помаши моим подписчикам. Всем-всем привет. Было много солнечных дней, но мы выбрали день, когда идет дождик, и решили обойтись без зонтика. На улице дождик, люди туда-сюда идут, пасмурная погода. А ты сидишь в таком прекрасном заведении, кушаешь всякие вкусняшки и горячий чай, что может быть прекрасней. Я не изменяю своим предпочтениям. Как всегда заказали вот эти наши любимые вафельки в шоколаде. Они безумно просто вкусные. И взяли большой чайник чая. Но он какой-то маленький почему-то в этот раз будет. Происшествие. Короче, так. Мне любезно здесь открыли окошко. И дует прохладный ветерочек такой приятный. Жалко, что дальше нельзя открыть. Здесь уже не открывается, но классно. И переставили цветы, чтобы я не упала отсюда. Ну вы поняли. Вкусные я обожаю эти вафли. Дело не вафли, а в шоколаде. Счет нам пришел на 13 монат. Это где-то 8 долларов. И здесь нету принудительных чаевых. Но чаевые все равно я оставила. Но все равно это приятно, что принудительных нет. Есть еще другие сладости, которые никогда не пробую. Всегда ем одно и то же. Если это в ресторане, то заказывают Цезарь. Если здесь, то вафли обычные. Кстати, здесь можно было посидеть еще и на улице. Мы что-то не сели. Но здесь такой вайп стоял. Очень крутой. Зря не посидели. Затем мы пошли немножко пошопиться. Посмотрела сумочки. Но мне ни одна из сумочек не понравилась. Они очень дешево выглядят. Мне вообще кажется, что сумки надо брать дорогие. Вы, конечно, можете со мной не согласиться. Но в моей коллекции есть и супер бюджетные варианты сумок. И смотрятся они очень дешево. Поэтому лучше взять хорошую сумку. Что касается обуви, можно и то, и другое. И бюджетные какие-то варианты. И middle market. В общем, здесь обувь достаточно дешевая. Это реплика на конверсы. Стоят они всего 13, по-моему, монат. Это что-то в районе 8 долларов. Где-то плюс-минус. Разные цвета были. Размеров было достаточно. Но меня больше привлекали платьишки. Вот такие летние платья. Разные размеры, разные расцветки. На каждый день самое то. Мне кажется, на дело и пошла. В последнее время мне нравится эта длина. Все летние платья с августа у нас на скидках. Эти платья стоят по 15 монат. Но мое внимание привлекло совсем другое платье. Уже с длинным рукавом. Можно носить с подфортами и с капроновыми колготками. Для Азербайджана самое то. Совсем шерстяные платья для нас даже не нужны. Я решила померить. Мне это платье очень понравилось. Несмотря что здесь запах как у халата. Ничего не торчит. Очень комфортно. И еще решила померить вот это платье. Я сомневалась между этими двумя. И не знала, какое выбрать. Оба они стоили недорого. Бюджетно. Сначала хотела взять оба. Потом подумала, зачем мне настолько похожие два платья. Это уже второй вариант. С Альбиной тут обсуждаем. Какое же все-таки стоит взять. В принципе смотрится очень даже нежненько. Даже с кроссовками классно смотрится. Можно дополнить кожанкой. Или еще чем-то. Или даже можно пиджаком. Который сегодня на мне. Перед тем, как сделать свой окончательный выбор. Я решила еще раз померить первое платье. И в конце купила одно из них. Альбиночке я тоже миллион раз предлагала. И купить такое платье, как у меня. И все что угодно. Но она сказала, что она ничего не хочет. Ей ничего не нравится. В последнее время Альбиночка больше заказывает вещи, нежели ходит по магазинам. Я тоже. Не помню последний раз, когда я ходила по магазинам. В основном все заказываю. Этот вайб. Обожаю дождик. Летний дождь. Все куда-то торопятся. Все куда-то спешат. Мы уже идем обратно. Дождик моросит. Правда ветер. Не знаю, будет ли меня слышно. В общем, вчера произошла такая ситуация. Я брату сказала купить бисколейт. Или как он правильно назывался. В общем, такие вафельки. И у меня брат сказал, что их нету. Но я ему сказала, что они есть. И сейчас мы докажем, что в супермаркете около моего дома они все-таки есть. Сейчас я докажу, что я была права. Вот. Альбина, что это такое? Что это такое? Я там искала. Вы не там искали. Да, возьмем. Какой возьмем? Клубничный? Какой тебе нравится? Клубничный прополюм. Что тебе возьмем? Клубничный мы не пробовали. Ну, давай возьмем этот. Давай этот. Вижу цель. Не вижу препятствий. Мы с Альбиной уже дома. Я, кстати, купила это то самое платье, которое посоветовала мне Альбиночка. Впервые она здесь, видимо, занимается. Она перешла на онлайн-тренировки. Так, кстати, гораздо удобнее. Экономия времени. Я, может, тоже перейду на онлайн-тренировки. Она вот здесь. Вот такое платье я себе купила. Очень сомневалась. Там были два варианта, которые мне нравятся. В конце мы все-таки остановились на этом варианте. Я думаю, что его можно замиксовать еще этим криджетом. Будет еще круто. Просто она очень короткая. Надо быть аккуратнее. Вот так. Типа замедлен. Тут мы сперва выбираем обувь летнюю во время дождя конца сезона. Очень много здесь всего интересного. И самый главный вкус у нас одинаковый. Нравится все одно и то же. Пока она не понимает, что я ее глажу, надо погладить немножко. Отвлекай. Отвлекай ее, чтобы она не поняла. Какой конфликтный. Кошечка уже поняла, что что-то не то. Это надо заказать. Что? Доллар стоит мало. Я уже иду домой. Решила надеть пиджак. И вот это новое платье. Без колготочек буду, потому что на улице не так уж и холодно. Мои любимые кроссовочки. Розовая сумка очень в тему. Дома хочу немножко порисовать для бумажного канала. Хотя у меня коллекция уже готова. Все равно хочу сделать еще одну коллекцию. Еще пару коллекций, чтобы были. Вот у них лифт тоже с этой штучкой. Себя покажу в полный рост. Все заценили платье. Несмотря на то, что у меня уже есть готовая коллекция, которую нужно отснять, я все равно решила порисовать еще. Это будет новая коллекция, которая называется худи. Внутри будут наклейки, украшения для худи. А я вам сейчас показываю сами худи. Это то есть будут пакетики. Пакетики будут наклейки. Но в общем, кто не подписан на мой канал бумажных сюрпризов, тот наверняка не поймет вообще, о чем идет сейчас речь. Но в любом случае, я думаю, интересно будет посмотреть, как я рисую. Мне кажется, со стороны это очень залипательно. И влоги, где я показываю, как я рисую, набирают очень много просмотров. Следовательно, значит вам интересно. Меня часто спрашивают в комментариях, как я делаю наклейки. Все очень просто. Я рисую уже на бумаге самоклеющейся. То есть, эта бумага уже наклейка. И я уже сразу рисую на ней. Тем самым экономлю время. Правда, эта бумага стоит дороговато. Но все равно экономия времени. И мне наклейки больше нравятся, когда они без скотча, не блестят. И в общем, смотрятся очень красиво. Несмотря на то, что день у меня был насыщенный. И казалось бы, хочется прийти домой полежать. Не знаю, посмотреть сериальчик и так далее. Я стараюсь свое время распределить так, чтобы успеть все. Многие творческие личности говорят, что для рисования нужно вдохновение и так далее. Я на самом деле с этим не очень согласна. Я в любой момент своей жизни, не в зависимости от своего настроения, от морального состояния, от физических нагрузок, могу заставить себя сесть и сделать коллекцию. Но, к сожалению, на это уходит очень много времени. Хотя вот в быстром режиме вам кажется, что я потратила буквально 5 минут. На самом деле нет. На эти худи я потратила 3 часа своего времени. Пока разукрашивала, пока рисовала и так далее. Все худи показывать не буду. Их получилось 8 штук. Чтобы вам было интересно посмотреть видео полностью. На этом, я думаю, уже пора закругляться. Спасибо вам огромное, что досмотрели это видео до конца. Видео получилось 18 минут. Хотя изначально оно было 45 минут. Представьте, сколько всего я вырезала. Ну, в общем, спасибо огромное, что досмотрели. Поставьте, пожалуйста, лайк. Напишите комментарий. Всех люблю. С вами была Айка. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok